Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения и сегодня мы продолжаем играть в игру Властелин Колец Средиземья, вторая часть. Так, видящий камень, направляйтесь к стартовой точке задания. А я уже, честно говоря, и забыл, что у меня здесь за задание. Убивайте врагов, чтобы накопить гнев, но это все понятно. Так, я вижу отметина, да? 630 футов до нее, наверное к ней и будем подвигаться. Так, здесь вроде бы пока затишье у нас какое-то. И нам что, придется прыгать на стену? Получается так. Отлично, хорошо. Так, здесь у нас вроде спокойно все. Это наши. Нажмите колесико вверх во время бега. Да я помню, что мы будем бежать суперскоростью. Как он назывался? Эльфийский бег. Слушайте, странно. Я думал, что я буду в городе орков. По-моему, я закончил на этом моменте. Ну, а сейчас все совсем по-другому. Тут как-то странно автосохранение работает. Так, ладно, давайте мы сюда забежим. Тут немножко нам осталось. И посмотрим, что будет. Нажмите. Так, видящий камень. Начать задание. Мина Сытиль осажден. Отыщите палантир, пока город не пал. Вот так звучит у нас задание. У нас нет времени. Мы можем взять с собой только самое ценное. Мы соберем все. Идриль, придется чем-то пожертвовать. Я не стану жертвовать нашим прошлым в угоду страху. Эй, ты! Ты кто такой? Баранор, это следопыт, про которого я говорила. Ты пролил много крови ради Мина Сытиля. А мы даже не знаем твоего имени. Талион. Гондор, благодарен тебе, Талион. Но сейчас главное защитить ворота. Нет, урукам нужен палантир, и они не успокоятся, пока его не добудут. Где он? Мой отец его спрятал. Спрятал или нет, это ничего не изменит. Уруки перевернут весь город вверх дном. Положение отчаянное, но мы не сдадимся. Мы выстоим, мы должны. Вот так вот. Осада пошла, ребята, у нас осада. Я должен защищать ворота. Ну и мы, по ходу дела, тоже помогать должны. Все, понеслась, как говорится, ребятушки. Защищать ворота. К воротам, быстро! Да бегу, бегу я. Я не отдам этот город врагу. Значит, мы должны получить палантир. Это единственный способ. Не останавливаться. Ух ты, ворота-то пробиты уже. Хотя это даже и не ворота, какая-то фигня. Ёлки-палки, а! Взрывом-то меня, я еще и оглушен. Ага, вот и уорки. Построиться цепью, не дайте им прорваться. Я прикрою твой фланг, а я твой. Загондор! Ну, естественно, Загондор, ёлки-палки. Так, короче, отродье сейчас будет у меня получать по полной. Эф, казнить. Утя! Хе, меч как-то немножко не туда попал, но тем не менее мы его закололи. Что ты хочешь мне сказать? Это лишь начало, будут и другие. Надо выяснить, с чем мы имеем дело. Сюда. Следовать за Идриль. Опять? Опять нам следовать за ней. Ну ладно, веди, красотка. Когда доберемся туда, сможем разглядеть весь нижний город. Ну, надеюсь, так оно и будет. В данный момент ты мне хочешь показать, кто на нас тут, я так понимаю, ведет осаду. Ну, беги тогда, ёлки-палки, быстрей. Что ты как черепаха? Вот, наконец-то немножко дала газку. Уже близко. Мы были бы уже там давным-давно, если бы ты нормально бежала. Давай, не тупи. Ага. Так, всё, подходим. Ох, ёлки-палки. Стены города долго не продержат, я разберусь с осадными зверями. Мы тут с Бараноном. Тут мы сами справимся. Хорошо, значит, мне самое интересное. Талион, нам нужно починить одного из осадных зверей. Интересная мысль. Наносить урон. Куда? Где? Чтобы его сломить. По каким точкам, не могу понять. Чтобы сломить его, да? Ну-ка, давайте глянем еще раз вот здесь, поближе. Ага, понял. По бочкам, по этим. И вот это. Так, сесть верхом на осадного зверя. Но для начала мне нужно тогда перепрыгнуть. Ага. Нажмите Е. Ха-ха. Посмотрим, на что он способен. Вот они. Так, прицеливаемся и выстреливаем. Все, я понял. Ух ты, сейчас повеселимся. Рассредоточься, слезняки. Еще один осадный зверя на расстоянии удара. Уничтожь его. Как скажешь. Хе-хе. Все, нет, не все еще. Готов. Продолжаем бить орков. Да, их тут много. Ну, со всеми я, наверное, не справлюсь. Хотя, уже практически все. Мы здесь закончили. Нельзя оставлять врагу этого осадного зверя. Жаль, нельзя взять его с собой. Грозное орудие. Левый контур, чтобы слезть с осадного зверя и убить его. Замечательно. Подбили. Нужно действовать быстро. Это поможет. Нажмите пробел во время прыжка, чтобы выполнить двойной прыжок. Таким образом можно преодолевать широкие пропасти, а также менять направление прыжка. Этот прием также можно применить после прыжка с уступа. Вот так это все примерно выглядит. И куда мне нужно прыгнуть? А, к тому. К тому зверю. Все, понял. И... Недолет. Да и фиг, в принципе, с ним. Некогда мне на вас тут обращать внимание. Мне нужно завалить еще одного осадного зверя. Даже неоритом. Так, по стенам, по стенам. А где он там, интересно, стоит-то? Если минус и тиль падет, то они рано или поздно найдут палантир. Я подумал о Гондоре. А я сейчас думаю о том, как бы мне... По-быстренькому захватить этого зверя. Улочками за каулочками мы бежим. Ага, здесь у нас опять орки. Давайте с ними разберемся по-быстренькому. Тем более, их тут всего трое. Не кричи, не гунди. Замечательно. Последний остался. Ух ты. Ага, этот... Как так-то? Еще тут прибыли. Луччик там куда-то смылся. Ладно, фиг с ним. Где-то уже рядом. Что ты тут вынюхиваешь? Такой дрищ. Получи. Все, размазали мы его. Вот здесь получается где-то. Я знаю, что надо делать. Так рассказывай, а знаешь. Ага, вот он. Так, теперь он мой. Нажимаем кнопочку Е. Ох, е-мою, нифига ты меня огрел. Захватили. Враги все прибывают. Их ордам нет числа. Армия с урона стала намного больше. Победить ее обычными методами не представляется возможным. Нужно добыть палантир. Блин, мне уже интересно, что это за палантир. Почему он имеет такую ценность? Давайте-ка пока мы займемся орками. Сколько там нужно убить? Ага, 80. Так, давайте-ка вот этих вот снесем осадных зверей. Еще немножко. Последний залп. Все, уничтожаем осадного зверя своего. Левый контур. Мы их отбросили. На время. Будет новая атака, это точно. Нам надо вернуться в верхний город. Узнать, как там и дриль, и остальные. Мне надо бежать в бо... А, нет, мы уже здесь. И мало просто нас уничтожить. Они хотят стереть нашу историю. По крайней мере, у них нет видящего камня. Ворота держатся. Эти реликвии были мне дороже всего в жизни. Отец был прав. Нужно забрать, что сможем, и уходить. У вас есть бесценное оружие. Видящий камень может показать, что делает враг. Загляните в него. Это слишком опасно. Палантир отравляет душу, подобно яду. Никто не сможет устоять перед его влиянием. Я смогу. Не ты первый так считаешь. И если я не прав, я потерплю крах. Как и все они. Но если я прав... Мы выиграем эту войну. Тогда я разыщу отца и поговорю с ним. Она припомнит тебе эту клятву, следопыт. Но лучше пускай она припомнит мне клятву, чем будет разрушен этот город. Верно, ребята? Задание выполнено. Получено очко навыков. И 355 жетонов. Ты слишком на нее рассчитываешь. Дай ей время. А пока нам лучше вернуться к Шелоп. Мне нужны ответы на новые вопросы. Замечательно. Мне теперь надо идти к Шелоп, да? Открыта новая область. Нажмите З, чтобы открыть меню заданий. Так, нож во тьме. Палантир пока не досягаем. Но, возможно, видение Шелоп укажет вам путь. Так, мы получим награду неплохую. И, опять же, очки опыта. Ну, здесь пока ничего нету. 4% у меня всего всех заданий выполнено. 4% из 100. 96% еще впереди. Подтвердите перемещение. Давай. Такие уроды, а. Особенно вот этот. Кричит который. Армии Кирит-Унгола собирают силы для решающего штурма мины Сетиля. У Шелоп есть сведения, которые помогут вам найти и устранить командиров армии орков. Вернитесь к ней и подорвите силы армии Саурона изнутри. Ага, задание называется «В тылу врага». Выводить из строя застава врага, чтобы ослабить их армию. Новые задания теперь доступны. Так, ребята, у нас тут хедир. Очистите хедир, чтобы разблокировать эту точку быстрого перемещения. Тысяча футов нам туда бежать. Так, орки, орки. Давайте в бочки. Ой-ой-ой, не загорелись, к сожалению. Хотя нет. Некоторых задел. Что ты тут? Пинка ему дал, да? Да откуда же вы все тут вылазите, а? Из кустов, что ли? Все, готов. Не понял. А с какого перепуга орки дерутся с орками? Странно это все. Так, отлично этого убили. Что это у нас такое? Самоцвет воина. Ну давай, огонь, затухай. Так, очки навыка, ребята. Нужно потратить нам обязательно. Мрачная решимость. Взрыв. Перевесь кинжалов. Угу. Нажмите Q, чтобы сделать быстрый бросок. Значит, вот так оно действует. Ну, очков у нас больше нету, так что... Нет смысла здесь уже даже задерживаться. Погнали. Так, армия. Зачем мне армия? Мне нужно вообще выйти отсюда. Здесь у нас все по-старому. Ничего новенького мы с вами не получили. Оружие все такое же. Хиленькое. Блин, я с этим мечом пятого уровня так и буду бегать. И кинжал пятого уровня. Броник тоже слабый. Накидка нифига не значит. Подожди, надо... Зачем я взял? Вот эту надо одеть. Ладно, из нового... Ничего нету из новой экипировки, так что... Стрелы пригодятся нам. Орк. Так, не добили. Готов. И очень быстро у меня сосредоточие кончается. Я вот заметил. Всего два выстрела и все. Так, а это кто у нас тут? Ох, елки-палки. Помню, помню этих ребят. Очень-очень грозные. Грауги. Массивные звери, которых так просто не убить. Когда Грауг рычит, стреляйте ему в голову усиленным выстрелом. Чтобы его оглушить. Вот, значит, как, да? А как узнать, когда он рычит? Фигде он там орков рвет? Слушайте, а может быть мне просто пробежать мимо? О, вроде кричит, да? Так, попал. Ага, вот он как. Все, загнулся. Можно потихонечку, наверное, отсюда смыться. Я тебе дам сейчас килл ю. Ладно, фиг с ним. Пускай он там разбирается с ними. Ты куда за мной вязался? Иди отсюда. Где он Грауг пускай с тобой перекусит? Мне не до тебя сейчас в данный момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош-хорош-хорош, Грауг, успокойся. Иди вон к оркам. Я тебя сюда к ним приведу. Да идите отсюда, мешаются только. Ну и где? Где Грауг? Да он там смылся. Эти бегут радостные, думают, сейчас меня накумарят. Ага. Тем самым подписав себе смертный приговор. Так, отлично. Головы как не бывало. Ну что ты, что ты, дохлый? Ага. Все, последний у нас здесь остался. Давайте, наверное, его просто уничтожим. Все. К стартовой точке задания у нас почему-то. Да что же вы тут делаете-то? Хе-хе. Снесло. Взрывом. Это там что-то прочухло. И смотрю, бежит. Так, а где у меня это, начальная точка-то? Так, стрелы, стрелы нам нужны. Уже закончились. Блин, надо как-то увеличить себе запас их. Пять стрел это никуда не годится. Хотя бы десять или двадцать. Это было бы дело. А сейчас так просто. Стреляем для разминки. Что здесь за... Фигнюлька такая. Что-нибудь тут добывают, а? Прыжок наш суперский. Опа. Слушайте, мне, по ходу дела, придется вот это все дело обижать, чтобы попасть к точке. Да-да-да-да-да-да. Конечно, иди сюда. Так, добиваем. Все, готов. Ну что ты пришел, а? О, и дохлый вместе с ним тут. Хе-хе. Видели его предсмертную физиономию? Так, там у нас какой-то черепок. Шестьсот шестьдесят футов. Да, действительно, нам придется с вами, ребята, обижать это все дело. А здесь, наверное, приподняться. Ущелье, что ли, какое-то? Да, по ходу дела. Да угомонись ты нафиг, а? Не до тебя сейчас. Так, давайте просто по-быстренькому попробуем пробежать туда. Так, этих я помню тоже, ребят. Мерзкие твари. Они обычно в пещерах водятся. Почему они здесь находятся? Ума не приложу. Так, и у нас... Ага, вот. Вот у нас задание здесь будет. Все-таки одного снесли. Ну-ка, дайте в огонь стрельну. По-моему, должно взрываться у нас. Нет, по ходу дела я еще не выучил эту способность, чтобы костер мог взрываться. Выходи, Граук. Веселись тут. Я вижу, там еще висит у нас мясо. В первой части, когда мы подбивали мясо, прибегали эти гончие. Но их тут что-то нету. Я не вижу, по крайней мере. Интересно, кто кого, а? Орки победят или Граук? Так, еще мясо. Странно почему-то. Никто не бежит. Ага, Граук, ты куда побежал-то, блин? Вот ты дурень, а. За мясом повелся. Так, я вижу бочки. Давайте их взорвем. Ай, стрел нету. Жаль. Ладно. Все, идем. Наверное, на задание. Вот сейчас возьмем стрелы. И заходим. Нож во тьме. Начать задание. Конечно же, палантир пока не досягаем. Но, возможно, видение Шиллоп укажут нам путь. Хотелось бы верить. Ох, ёлка, уманы. Зашибись. Умри, она изгадяш. Голуб-то откуда здесь делся? Смотри-ка, а. Оу. Так. Новый враг. Олохай. Боевые тролли. Олохай крепкий бойцы с мощными атаками. Перепрыгнуть их не удастся, но вы можете избежать урона, нажимая пробел, чтобы уклониться или проскользнуть у них между ног. Их можно оглушить усиленным выстрелом в голову или своевременной контратакой. На оглушенного олаха можно обрушить град ударов или удерживать левый контрат, чтобы сесть верхом на него. Сидя верхом, нажимая. Ага, чтобы наносить урон. Так, проверяем это все дело. Нажимаем пробел. Ага, мы проскальзываем. И Е нажать, чтобы оглушить. Сторонники некоторых капитанов идут в бой с военными стягами. Эти стяги воодушевляют находящихся поблизости орков, заставляя их сражаться яростнее. Уничтожайте стяги, чтобы устранить их влияние. Тихо ты, чё орешь-то, придурок? Блин, не получилось у меня почему-то. Опа, мимо. Опачки. Отлично. Так, залезли за... А почему-то, уже написано было Е. И я сделал, как было написано. Да что ж такое-то? Как же с тобой быть? Не пойму, может быть надо немножко побить его? Тихо, не буянь. Да что за фигня-то? Ничего не работает. Так, все, вроде бы как он оглушен, да? Вот оно что. Сидя верхом на олге, нажимайте, чтобы наносить удары в спину. Ну, в принципе, я этим и занимаюсь. Маньяк. Ох ты. Да, крепкий олах. Но он стал олухом. Мы спасли тебя, светлый хозяин. Голум? И зачем тебе меня спасать? Я не с тобой говорю, глупый следопыт. Он служит, паучихе. Нет, нет, темная госпожа присматривает за голумом. Голум присматривает за светлым хозяином. Светлый хозяин убьет темного властелина. А паучиха дергает за ниточки. Саурон, наш с ним общий враг. Иногда союзников не выбирают. Веди. Да. Идем, светлый хозяин. Голум покажет быстренький путь. Как-то я ему не доверяюсь, если честно. Это был не просто тролль. Это Олок Хай. Боевые тролли. Они умнее, проворнее и им не страшен солнечный свет. Воинство Саурона стало как сильно, как никогда. Сюда. Мы ненавидим их почти так же сильно, как гнусных орксов. Мы держимся от них подальше, чтобы нас не раздавили и не размозжили. Это как ты и в прошлый раз пытался размозжить мне голову камнем. Но ведь не размозжили. Мы бы ни за что не сделали больно светлому властелину. Мы загладили свою вину, да? Это мы еще посмотрим. Куда это ведешь меня, година же? Наверное, к какую-нибудь ловушку или западню. Хотя, по большому счету, он работает на Шейла. Поэтому, я думаю, не должно быть никаких подстав. Контур призрака показывает, где враг вас видел в последний раз. Ну, это все понятно. Смотрите-ка, здесь по карте этого не обозначено. Близко, светлый хозяин. Мы очень близко. Неужели привел, а? Ага, вот и Шейлоп. Я знаю, зачем вы пришли вернуть украденное. Помолчи, создатель колец. Ты забываешься? Украденное. Он умолял меня забрать его. А что скажешь ты, Талион? Я здесь ради Минаса и Тиля. Ты хочешь спасти его? Хотя он, возможно, уже обречен. Должен быть способ. Твое видение правдиво. Даруй мне еще одно. Для чего? Ради знания? Или власти? О, можешь не говорить. Вот твоя правда. Хочешь заработать повышение? Тогда убивай. Хочешь, чтобы тебя заметили? Убей разокожего. Чем больше добычи, тем больше твоя награда. Не понял я, Саурон работает на урков? Идриль. Она умрет. Многие погибнут, прежде чем Саурон будет повержен. Это знание может сыграть нам на руку, если перехватить убийцу. Может, пророчица не сбудется? Ее можно спасти. Выживет ли она или умрет с честью. На исход войны это никак не повлияет. Кастомир, вот кого мы должны защищать. Если он падет с жертвой убийцы, Палантир будет потерян. Мы его найдем, прелесть. Поможем светлым ласелинам? Мы пойдем в Кирид Унгол. Да, мы найдем гадского убийцу. Да, да. Убийцу можно остановить. Голлум, ты знаешь, где его найти? Походу, дело знает. Да, мы узнали его изогнутый клинок. Маргульский клинок. Да, режет, режет, режет всех телохранителей. Найдем телохранителей, за которыми он охотится. Найдем и убийцу. Первый недалеко отсюда. Сюда. Нет, 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 сюда. Надеюсь, ты меня потихоньку здесь проведешь. Задание следовать за Голлумом. Придется идти за ним. Осторожно. Мы приметили гнездо моргайских мук. Что эти орки делают? Ты боишься? Как и капитан, признайся. Первый телохранитель в той стране. Говоришь, ты узнал из ом-телезвия клинка этого убийцы? Значит, ты тоже видишь пророчество Шеллоп. Да, светлый хозяин. Ну, долго ты еще будешь тут... Телепунькаться? Один из телохранителей рядом. Мы уверены. Так, ага, вот следы. Мы можем по ним найти наемного убийцу. Он валяется здесь сам. Почему-то. Такие раны мог оставить только Моргульский клинок. Мы на верном пути. Он умер уже давно. Надо прибавить ходу, иначе убийцу мы не догоним. Да, мы знаем, где другой телохранитель. А, нет, ребята, это был телохранитель. Чтобы продвинуться вверх, в иерархии, убийцы будут искать все более серьезные цели. Например, Кастомир. Да, Кастомир единственный, кто знает, где Палантир. Мы должны защитить его. Во что бы то ни стало. А кто такой Кастомир? Что-то у меня знакомое имя. Я не помню. Встречали ли мы его? Мы знаем, что гадский орк здесь. Но не помним, где именно. Где-то рядом. Ты найдешь. Так, мне опять идти по следам. Ага, вижу, вижу опять очередной трупец. Или это нам не трупец, а яйцо, по-моему, лежит какое-то. Давайте-ка выстрелим с вами вот сюда. Немножко разгоним этих тунеядцев. Ага, разогнал. Что тут происходит? Ладно, мне не до них сейчас. Так, и что мне делать с этим яйцом? А, нет, ребята, дальше надо идти, оказывается. Яйцо здесь вообще ни при чем. Подниматься наверх надо. Да выйди ты! Так, на крышу, походу, походу, да, надо? Ага, вон он лежит. Нашли очередную жертву. Ну, давайте его проверим. Раны от Моргульского клинка, как и у того. Это убийство было совершено недавно. Мы его догоняем. Голум знает, где искать следующую цель. Отлети отсюда. Тоже пошел. И этого мы добили. Так, так, вы что опять поднялись? Вот гад, а? Так, мне надо вернуться к Голуму. Где он у нас там ныкается опять, а? Да мне некогда искать гондорские артефакты. У меня сейчас совсем другое задание. Где Голум? Ага, вон он. Спрятался. Я нашел еще одного Урука. Этот еще тепленький. Мы догоняем убийцу. Все ближе и ближе. Мы отведем тебя к следующему. Глупый следопыт, куда ты? Да подожди ты, Голум, не видишь что ли? Орк увязался за мной. Сюда. Ну, понятное дело, что сюда. Глупые орксы не замечают Голума. Мы прячемся по закоулкам, слышим много всякого. Орксом. Ну и назовет же он их. Так, Голум, давай побыстрее, а? Стой. Орксы идут. Прячься. Он жуть как боится моргайских мух. Все это знают. И это говорит тот, кто боится пауков? И зачем я только тебе признался? Слушайте, мне не нравится впереди вот этот вот тролль. Неужели с ним драться придется? Так, давайте ликвидируем. И вот этого засранца. Замечательно. Ой, тролль, тролль. Блин, придется с ним драться. По всей видимости. Ну, давай поднимайся, я жду тебя. Оркс. Оркс. Как зовет тебя Голум? Вот ты и пришел. Пока. Так, а тролль лазить не умеет. И выпустить он меня не выпустит. Приступаем. Здоровяк какой. Так, пробьел. Нема, как говорится. Так, сейчас мы его немножко полупим. Потом на спину. Вот так вот. Ручонки-то короткие, достать не может. Да, 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 да. Да падай ты уже, а. Я уже всю спину тебе изрешетил. Ничего себе, еще и скинул меня. Хе-хе-хе. Нахрапом не получилось. А сейчас? Да елки-палки. Ты не вовремя все это дело делаешь. Слушайте, неохота мне попасть под удар дубины. О, я его и так забомбил. Гнусные орксы. Всегда такие громкие, злые. Но они не любят мух, прелесть. Особенно убийца. Когда он их видит, он всегда убегает. Ага, значит убийца боится мух, моргальских, да? Ну, это мы запомним. Мало ли пригодится. Мы уже близко, но вокруг слишком много грязных орксов. Жди тут, и я сам его найду. Что у них там за возня? С кем они дерутся постоянно? Так, наверх. Похоже, он оставил ложный след. Смышленый убийца. Точно ложный, блин, следы ведут никуда. Блин, а как мне теперь... А как мне теперь все это разведать? Вот в чем вопрос. Наверное, придется мне опять возвращаться к голому. Так, а вот уже и другие следы появились. В совсем другом направлении. Хорошо, будем сюда двигаться. Так, не понял. Туда и сюда. Хитро. Ага, очередная жертва. Хотя этот еще жив. Ты подчинишься мне. Угу. Убук. Наемный убийца. Значит, мне он, в принципе, и нужен. Наемный убийца боится моргайских мух. Да, именно он мне нужен. Под действием этого страха он на время лишается неуязвимости, к чему бы то ни было. Используйте это. В принципе, я так и собирался это сделать. Так, тут у нас неизвестные капитаны. Их тут очень много. Новые цели, новые цели. Ладно. Нам надо делать свое основное задание. Искать этого наемного убийцу. Причем орка. Спасибо. За информацию. Убийца где-то рядом. Сейчас мы его найдем. Думаю, уже это не составит никакого труда. Смотри, качнулся. Так, где он? Где находится? Давайте искать его. Ага. Вот он. Восьмерочка, значит. Ук-бук. Ук-бук. Наемный убийца. Ядовитый тьма наемного убийца. И, насколько мы помним, он боится мушек. Обалдеть. Слушайте, интересно, он будет один или со свитой? По идее, он должен быть одиночкой. От вождя никакого толку, не удивлюсь, если сам темный властелин выразит мне благодарность за его убийство. Под моим началом орки, наконец, возьмут минус Этиль. Кто это там такой самоуверенный, а? Ага, вот это, скорее всего. Ну что ж, давайте займемся ей. Победить наемного убийцу. Скоро какой юркий. Ха-ха. Я всегда выполняю приказ выходить из могилы. Так что, если ты надеешься мне помешать, ты будешь разочарован. Ук-бук. Они будут мне только помешаться. Черт, подери. У него, ребята, по-моему, клиночек-то отравленный. Как я посмотрю, моргальский-то этот. Ух, как я ему сейчас. В печеночку-то пробил. Пробил. Хе-хе. И у нас получается неплохая комбинация ударов. Ну, я смотрю, он неуязвим к обстрелу. Поэтому гаденыш выжил. Но это ненадолго. Сейчас мы с этими ребятами раскритаемся и займемся им. Так, он уже оклемался. Ладно. Пора его, наверное, кончать здесь. Все, ребятушки. Убит сосунок. Клинок так плавно и нежно упал на землю. Хе-хе-хе. Будем надеяться, с его смертью судьба Миносетиля изменится. Миносетиль разделит участь всех смертных. Нам нужен лишь видящий камень. Какая часть твоей души была оставлена в этом кольце? Действительно, какой-то он больно злой. Темная госпожа будет довольна. О да, прелесть. Иди отсюда, голуб. Не до тебя сейчас. Задание выполнено. Ну что же, я только рад. Открыт навык угроза смерти. Вместо сбора сведения о капитане, вы можете приказать червю передать ему вашу угрозу смертью. При этом в данной области будет создано уникальное задание заклятых врагов. Когда вы посылаете капитана угрозу смерти, его уровень повышается. Победить его станет труднее. Зато в случае победы вы получите снаряжение более высокого качества. Как-то заманчиво и двухсмысленно. За Идриль и Кастомира можно пока не бояться. Но осада Мина Светиля продолжается. Все еще великий риск, что Палантир угодит в руки врагов. Мы в тылу врага. Это идеальная возможность посеять хаос в рядах Сауронского войска. У убийцы была, напрямите, еще одна цель. Надо довести. Дело до конца. Убить последнего телохранителя. Того вождя. Так, а это у нас кто? По одиночке гули слабые, но когда их много, они смертоносно опасны. Некоторые гули брызжут на врагов ядом. Если гулям удастся отступить в свое логово, они вернутся в сопровождение гуля Матрона. Гуля Матрона сильнее и крепче обычных гулей. Кроме того, их атаки ядовитые. Это у нас открылся, ребята, новый враг гуль. Вот они, от уродца. Прибыли. Повис. Упырь. Смотрю, ему нравится нависеть. Ладно, ребята, а у нас с вами очередное задание. Вот там вот есть. Пойдемте-ка проверим, что это. Блин, в самое пекло. А, нет, нет. Обходим, обходим, ребята, мы это все. Ни на кого не обращаем внимания. Бежим. Ага, по ходу дела мы сейчас будем отсюда просто-напросто выходить. Так. Отлично, забрались. Надо будет туда перепрыгивать. Может быть, грохнуть вот этого вот лучника. Но у него можно и задание, в принципе, получить. Так, посмотрим, что тебе известно. Трепещи передо мной. Давай, колись, урод. Паш. Башня. Ммм. Такой, блин, а. Его можно мгновенно убить огнем. Вот оно даже как. То есть, если будет рядом бочка взрывная, то его можно, в принципе, сразу и грохнуть. Это нам только на руку. Так, ну здесь вроде бы все чисто. Пока. Давайте направляться к нашему очередному заданию. Что они тут пригрелись у костра? Ой, привет. Нежданчик, да, такой? Паук какой-то у нас. Берегись пауков. Я пока не вижу никаких пауков здесь. Так, что бояться мне некого. Да сколько же? Ну-ка, давайте ликвидируем. Вот так вот. Забираем эти очки. 50 очков. Нормально. Ладно, ладно. Ты никогда не видел, как человек озирает кожу? Я тебе покажу. Как же ты будешь кричать? Сколько оружейник это у нас? Слушайте, а он самоуверенный парень, я смотрю. Черт подери, что такое случилось-то? Блин, меня скинули. И у меня очень мало жизней. Совсем паршивое какое-то у меня состояние и настроение. Черт, я когда-нибудь добегу до этого задания или нет? Блин, тут тупик. А я думал, что это пещера. А это же у нас что такое? Странный значок. Да елки-палки, дайте мне взять-то его. Паутина судьбы. Да-да-да, мне все понятно. Вращайте и выравнивайте фрагменты воспоминания с помощью мышки. Так, а что я должен здесь собрать или сделать? Да, очень странная, конечно, дилемма. Во, что-то вырисовывается. Отлично. Слушайте, это какой-то фрагмент из воспоминаний, я так понимаю, да? Воспоминания Шелоп в Керинторе. Паутина судьбы таит в себе правду о прошлом Шелоп и о будущем Мордора. Найдя все обрывки, вы откроете улучшение навыка стая пауков. Слушайте, я хочу себе такой навык. Саурон с самого начала был существом, созданным для войны. Значит, наша задача сокрушить его. Калибримбр, я даже в этом не сомневаюсь. Так, потихо, мы этого ликвидируем. Жирненький какой. Оп! Все, дохрюкался. Ну, что тут у нас? Опять какие-то разведчики ходят. Куда, куда ты побежал? Куда побежал, а? Хотел предупредить, видимо. И тебя заодно. Как говорится, за компашку. Где-то... А, вот оно, вот оно задание, ребята. Ничья земля. Армия орков устраивает набеги из Керит-Унгола. Объединитесь с Баранором и дайте бой силы Мордора. Что-то новенькое, что-то интересное, видимо, будет. Баранор, не может быть, чтобы в городе не осталось ни одного орка. Несколько осталось, но сейчас мы охотимся за одним конкретным орком, за последним телохранителем вождя, который руководит осадой. Вожди, очень могущественные орки, которых часто охраняют капитаны. Будет гораздо проще победить вождя, если сначала вы узнаете, кто его охраняет, а затем найти и убить этих охранников. В меню армии показано, какие капитаны охраняют вождя. Ну что же, ладушки, давайте тогда посмотрим с вами, наверное. Ага, Боргу Бессердечный. Вожди возглавляют армию орков в этой области. Выбрав вождя, вы сможете увидеть его телохранителей. Так, это вот, я так понимаю, первый душ ловчий. Значит, если мы его убьем, то капитан будет ослаблен. Думаю, мы охотимся на одного и того же орка, а путь к вождю лежит через его телохранителей. Ты говоришь так, будто у тебя в этом большой опыт. Достаточно большой. Тогда командуй. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и продолжим уже проходить в следующей серии. Будем ликвидировать орка. Все, всем пока, до скорого. Субтитры подогнал «Симон»